Сегодня у нас, что называется, исторический момент. Исполнилось 10 лет выдающемуся проекту современности, проекту под названием «Смехом печень не испортишь». За эти 10 лет было проведено 27 концертов в рамках этого проекта. Наверняка кто-то из вас, а может и все, на них присутствовали. Ну а теперь юбилейный концерт, который мы проводим здесь. К этому концерту, кстати, была выпущена книжка. Вчера она поступила, позавчера из типографии. Ее можно будет купить. А участники могут не суетиться, потому что им полагается и так. То есть покупать им не обязательно, на них приготовить. Ну а теперь я с большим удовольствием предоставляю слово традиционным ведущим этого проекта, который устраивается, как вы понимаете, при деятельной поддержке клуба «Черктер Южина», некоторых других клубов, «Чигетия», еще там. Ну и плюс, естественно, в данном случае Московского юридического общинного центра. Традиционный ведущая, автор и идея-вдохновитель проекта Владимир Городзейский. И председатель клуба «Черктер Южина» Татьяна Кормильцева. Попробуем! Добрый вечер, дорогие друзья! Ну мы все участники этого концерта, конечно, ждали этого дня, волновались очень. И готовились к десятилетию нашего проекта. И все же как-то трудно даже себе представить, что прошло уже 10 лет с того самого концерта, который состоялся 6 сентября 2007 года в Зале поэтов Музея Майковского. А это было, между прочим, грандиозное событие. Это был массовый выход сетевой иронической поэзии, а конкретно поэтов в сайтах «Эхмадром» в реаль. Поэты, которые до этого момента знают друг друга почти исключительно по сетевым никам, прикольным аватаркам, впервые вышли на настоящую сцену к живому зрителю. 10 лет назад это состоялось. И состоялся этот выход благодаря гениальному организатору, автору проекта Владимиру Городейскому. Ну а вообще-то были, конечно, были сомнения, когда вот пришла мысль организовать такой проект. Дело в том, что друзей своих поэтов я знал только лишь по их никам, то есть виртуально мы общались, но я знал их стихи, и, собственно говоря, по этому принципу пригласил поучаствовать в проекте, но не знал, не ведал, как кто имеет ли сценический опыт, умеет ли читать стихи. Но, тем не менее, за эти 10 лет сколько Орлов выступал в нашей сцене? Да, действительно, и сколько их было, на самом деле, надо вспомнить их. Ну, Орлов вместе с Орлицыной было примерно около 100 за эти 26 концертов. Вот это 27 концертов. Вот, около 100. И, причем, ну, каждый из этих поэтов состоялся в своей профессии самостоятельно. Вот вы только представьте, представьте. Академиков, докторов наук, поэтов у нас целых два. Кандидатов наук 5 или 6, может быть, ошибаюсь. А если еще взять наших дорогих зрителей, то получится целый ученый совет, которому позавидует не один университет, я думаю. У нас полковников среди нас 3, подполковников тоже 3, и даже целый один майор. Летчиков у нас аж 3 штуки, штурман дальнего плавания 1. Есть у нас артисты и продюсеры, профессиональные музыканты со знанием нот, то есть с консерваторским образованием, целых 3. Учителя школьные, преподаватели вузовские, финансисты, экономисты, юристы, врачи всякие. Инженеры, бизнесмены, физики и химики, продавец автозавчастей. И, внимание, один полицейский и ни одного депутата. А какая впечатляющая география у нашего проекта? Москва и Подмосковье, Новосибирск и Калуга, Санкт-Петербург и Екатеринбург, Нижний Новгород и Нижний Тагил, Выборг, Йорк-Харала и Саров. А кроме России у нас выступали еще поэты из шести стран ближнего, дальнего и очень дальнего зарубежья, из Сан-Франциска. По-моему, это зал был Уфу? Уфу, Уфу забыл, конечно. И представляете, если бы все вот эти участники собрались сегодня здесь, в этом зале? Да, просто для зрителей, для вас места бы не осталось. Это точно. При том, что вот этот зал, пожалуй, самый большой из всех, где проходили концерты серии «Смехом печени не испортишь». После музея Маяковского, который, к сожалению, закрылся на реконструкцию с 2013 года, не так и не открылся, мы выступали еще в «Везде глухая», всеми любимом, и в «Арт-клубе шале». Сегодня здесь выступает всего лишь пятая, примерно, часть от участвовавших в нашем проекте. Но я думаю, что и по этой части выступающих вы сможете судить о всем нашем проекте. Да, о его масштабах, о высоком уровне самого проекта и о мастерстве, конечно же, наших поэтов и аваристов, о талантах наших бардах и о качестве юмора, который является, собственно, основой всего нашего проекта и причиной того самого смеха, которым невозможно испортить печень. Нашу печень. Ну, а пока еще непосредственно мы не начали вас смешить нашими стихами, афоризмами. Мы хотим предложить вам посмотреть слайд-шоу из фотографий за все эти 10 лет. Я думаю, те зрители, которые приходили в наши концерты, а вас тут много таких, увидите себя тоже на этом экране. Будьте добры, включите слайд-шоу. Воскресный вечер Афиша, самоквертый концерта, выступает с Борисом Аркопом и Володей, который сейчас встал в нашей срубской компании. Вот, несторонний, приходил, там их, право замечательно, кайфер. Это финал концерта. Это уже офиша концерта номер 2, 15 сентября того же года. Это среда. Играются новые лица в концерте. Игра Матротов. Игра Матротов. Игра Матротов. Валерий Виклюков. Вот еще еще поэтов. Игорь Мзяев, Камилицина, Татьяна и Владимира Гаврига. Это Татьяна Атаманова из Бензы. И это вы. Это вы, дорогие зрители. Игра Сашкала. Идиотаж у нас в цене. Оля Форос, первый раз приглашаем в цене. Закончится, так вот. Ну, а придет, держи ее, не отпускай. Ну, а вот в кольцо, вам. Это уже не из Дельглухоля. Я на игру что-то закрой. Закрой. Завтра. Ну, а придет, держи ее, не отпускай. Стеков будет много. А ты записывай, не забывай. Зрительный зал музея Кухаренко. Там другая атмосфера. Зрители, зрители, зрители. За столиками, которые нас слушают за столиками, не менее внимательно, чем в зале со сценой. После концерта. После концерта. После концерта. Андрей Ситнянский. Андрей Ситнянский. Владимир Владимирович. С Рыбакова. Среди зрителей. Это прощальный концерт в музее Войковского в сентябре тринадцатого года. Перед его закрытием. И не могу вас обрадовать, он не откроется и в следующем году. На праздник. Деньги ушли на отмостку плитки. – Михаил Халентин. – Татьяна. – В какую-то туристы. – Общ示 var nói инерматерием и водопол сделать это Yangon с Ивановым? – Да,erktим. – Деньги умерщен. Вот такая у нас компания. Многие из тех, кто приходил сначала в качестве зрителей, потом становились и участниками. Неприметно. Это будет и наша площадка. Мы стараемся любого. Как всегда, финальная песня. Мы этот ролик после... Ну, на днях разместили интернет. Загадите, мы его, конечно, посмотрим. Ударить. Ударение. Ударение. Улыбки, улыбки, ускончаемые улыбки. Сверху. Это наша команда участвовала в передаче «Телезионный 100 к 1». И мы выиграли. Выиграли. Но приснижали. Как был запрос за эти годы? И Миша Валдиха еще раз появился. Загадите. Владимир Каличинский. Патриарх. Оксана Багазеева. Уфа. Из Ухлы, да. Раиса Нур. Замечательная. Сергей Сераухов. И сегодня у нас тоже парадусная творчество. Галин Строганова. Это Галин Строганова. Это концерт в Викторинбурге. В рамках этого проекта вместе с Шадрином. Замечательным бардом. Если вы прислушивались к словам песен, то они переделаны специально для этого клипа. На известные мелодии. Патриархи. Гену самого рот нас снимал тверь. Павел Баххинов. Состав потихоньку обновляется. Елена Авбул. Анаinger через аббиктив подоборание. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Спасибо! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Здорово! АПЛОДИСМЕНТЫ Добрый вечер, наверное, мужик! АПЛОДИСМЕНТЫ А блин! А блин! А блин! Я только говорю! Собственно, что я хочу сказать Сегодня праздник, ну знаете какое Десятилетие проекта Вот! Поэтому я начну С стихотворения, Которое подходит Под любой праздник Называется «Бесшабашный праздничный песняк» Рвану-ка я струны трехрядной гармошки, Что струн на ней нет, и без вас мне понятно, Но песен спою вам сегодня немножко. И мне развлечений, и людям приятно, С лучистой улыбкой от уха до уха, Не съехала, чтобы пришиты завязки, Я буду вам петь. И плевать, что нет слуха, А голос напомнит телегу без смазки. Сюита на базе блатного мотива белькантом Вовне из души моей рвется. Ее пропою я легко и красиво, Как цепь ремен в деревенских колодцах. Ударю по клавишам я на гитаре. Нет клавиш, подумаешь, тоже мне горе. Тогда я еще почему-то ударю, А может, поскольку, ей-богу, кто б спорил. Когда же я выйду на бис, на поклоны, Уверен, меня не отпустите сразу. Тогда я такие сдам обертоны, Какие не снились бочку унитаза. Весь день я здесь буду с улыбкой дебильной, Вокалы вопить в исполнительском раже. Вы спросите, как до сих пор не попили? А праздник сегодня! Мне хрен кто, что скажет! Несколько четверостишек. Сколь не курил травы, понять не мог. А, выпив фотки, сразу понял это. Порок в России больше, чем порок. Порок в России — часть менталитета. АПЛОДИСМЕНТЫ Гольб, она на выдумке хитра. Нет препятствий для смигалки нашей. Кашу варим мы из топора. На повестке дня — топор из каши. АПЛОДИСМЕНТЫ Засыпаю от библейских тем, Потому не попаду на небо. Ангельского нет во мне совсем. Даже, блин, в Архангельске я не был. АПЛОДИСМЕНТЫ Хотя меня и не спросили, Хочу я, чтобы любой усвоил. Мы по отдельности бессильны. А вместе мы бессильней вдвое. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Добрососедская. Рассвет забрежил, И повторно молотят в дверь. Игра на смарку. Что делать? Отложу Валторну. По тихий час. Возьму болгарку. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Морская тема у него в чести. И он однажды, после литра водки, Решил, что нужно в плавание идти. И поднял паруса подводной лодки. АПЛОДИСМЕНТЫ Говорят, недавно попросили Около спортивных бюрократов. Надо бы добавить флаг России В список запрещенных препаратов. АПЛОДИСМЕНТЫ Такое по мотивам Маяковского Старый негр посреди Арбата Там, где рифмачи и скребачи Громко мелкий дождь ругает матом. Для того он русский учил. АПЛОДИСМЕНТЫ По мотивам Пушкина Я вас забыть планирую серьезно. На принцип в этом деле я пошел. Я позабуду вашу внешность, Возраст, характер, место жительства И пол. АПЛОДИСМЕНТЫ Себя с утра, не чувствуя бойцом, Подумаешь, А вот бы было клево Похмелье с человеческим лицом. И почему-то вспомнишь Горбачева. АПЛОДИСМЕНТЫ Такое от женского лица Называется устами поэтессы. Я девушка, как веничек простая, Тебе ж такие нравятся, не лги. Свои стихи я хочешь почитаю? Не хочешь? Просто вынесу мозги. АПЛОДИСМЕНТЫ Вот, ну и как-то Зубоскалец, бывает, что надоедает, И хочется написать что-то такое вот Мягкое, приятное, на ощупь, В общем, как это принято говорить, няшное. Вот недавно мне удалось это сделать. Называется Няшная стихотворенница. Утречком проснулся я с рассветиком, Глянул на просторчик из балкончика, Солнышко мне шлет свои приветики, Облачка плывут по небоскрончику, Пользуют по польшку комбанчики, Жну и пшеничку, бросится и рожицу, Молча пью водичку из стаканчика, В душеньке же радости цемножится. В рощице сидят на каждой веточке Певчих птичек черненькие точечки, Ручечкой пишу я на салфеточке Розовые супельки стишочечков. Спасибо. Спасибо, Георгий Тарасимович. Георгий Тарасимович. Следующий участник нашего концерта скрывается под творческим синтонимом Сандерс. Но мы его сейчас рассекретим. По самой специальности штурман дальнего плавания. Еще Петр Первый говорил, Штурмана отродье хамское, Но дело свое знают, Поэтому в кают-компанию пускать И чарку водки подносить. Несмотря на свой не ангельский характер, Александр является координатором Пушкинских чтений Михайловским И директором регионального фонда Содействия современной поэзии «Сведач». Он запрос себя говорит, А мы предупреждаем, Что аморально устойчив, К водки отвращения не испытывает, На женский пол реагирует правильно, И все это припятием Изданных авторских сборников, В общем, настоящий юморист Александр Валяев. Спасибо. Что это благодаря Изданным авторским сборникам? Ну, я как бы в первых рядах, Поэтому тоже считаю, что почетно. Но начну я, тем не менее, С себя любимого. Много есть примет на белом свете, О которых ведает народ. Только на меня приметы эти Действуют совсем наоборот. Если вдруг, к примеру, С черной кошкой Нас случайно вдруг судьба сведет, То она, мне перейдя дорожку, Тут же под машину попадет. Ну, а если кто-нибудь посмеет Навести мне порчу или сглаз, Непременно тут же окривеет, Или в глаз получит в сей же час А народ уже успел врубиться, Что мужик я, скажем, непростой, И с пустыми ведрами девицы Мой маршрут обходит стороной. Даже пресловутая ворона, Что накаркать может нам беду, Не случайно замолкает скромно, Если я по улице иду. Может быть, я изгущаю краски, Но пошел уже десятый год, Как Европа, видно, из опаски, Мне шенгенской визы не дает. Но хочу сказать на эту тему, Если вдруг зачишется рука, Это говорит лишь об экземе, А не пополнении кошелька. И к тому же, если мне на хонду, Птичка вдруг деяние свершит, Это все, конечно, даже к доходу. Но не мне, а мой щеку в машину. Мы от себя любимого переходим дальше Просто к любви, к любви, по расчету. Красота для женщин ни к чему. Это в жизни я усвоил четко. И влюбился строго по уму, Или, если честно, по расчету. А народ несет какой-то бред. То, что я не больше и не меньше Красоты поклонник и эстет, Выбрал себе лучшую из женщин. Только здесь особый интерес. При осиной талии, поверьте, Много и захочет, а не съест. Так что интерес в ее десерте. В ножках тоже есть немалый прок. И совсем не в том, что так красиво. Просто пара стройных длинных ног Сокращает срок доставки пива. Но, признаюсь, есть еще и грудь, Пятый номер у моей подружки. Это для того, чтобы вздремнуть, Даже не используя подушки. Восхищаясь пышных деволос, Радуюсь в душе такому факту, Что совсем не страшный ей мороз. И не нужно тратиться на шапку. Так что я без лишней суеты Обозначу выборопричину. Чем в девчонке больше красоты, Тем она болезней для мужчины. Но один вопрос лишает сна, Заставляя волноваться снова. По каким критериям она Выбрала от меня, а не другого? Ну, поскольку я координатор Пушкинских чтений, Позволю себе вспомнить про Михайловское. В Михайловское до горизонта дали, Идук чего-то шепчет облом. Здесь многие поэты побывали, Но речь свою веду я не о том. А дело в том, что здесь когда-то Пушкин в своей нелепой ссылке прибывал, Со скуки с ней пил вино из кружки, И много строк бесценных написал. Я шлялся там, где наш поэт великий, Топтал штиблетой травы на лугу, И мне слова отшептали тихо-либо, Такие, что хоть сразу ставь строку. Но перед вами правду я не скрою, Неласково встречаю здесь гостей, И за полсуток комаринем и роем Обглодан был почти что до костей. Так вот, на тему этого сюжета Замечу, что, конечно, стыд и сран, Что русский царь великого поэта Отправил на съедение комара. Но тут мне подвернулся местный житель, Абориген и сам почти поэт, Который после череды распитий Открыл мне самый главный свой секрет. Коль с комарами поделился кровью и гений, То, что они с талантом вместе пьют, То через эстафету поколений Укусом этот дар передают. И тут-то до меня дошло, ребята, Что с Пушкиным уже смешал я кровь, Ведь прут стихи, но правда только матом, Особенно на тему комаров. Так я поэтом стал поболее рога, И на Монетной улице теперь Не пью я блох, а не кусали блока, И не давлю клопов из Англитер. Спасибо. И закончить я хочу маленькой благодарностью. Я вас прошу, послушайте поэт, Что стал от этой жизни юмористом. Хочу отметить, кто помог мне в этом И поблагодарить согласно спискам За то, что мир таким смешным сострябан. Спасибо Богу, впрочем, как и черту, А также благодарен маме с папой, Которые не сделали аборта. С признательностью вспоминаю школу, Где буквы изучил, и даже цифры, И армию, благодаря которой Узнал, что клоуны не только в цирке. Но, кстати, за своих стихов творения Благодарить я никого не буду. Поэзия подобна диарее, А значит, это просто без попутров. Благодарю, родное государство, За то, что до сих пор не посадили. Хотя я применяю часто дарство В процессе написания сатиры. И критикам респект мой однозначно. За то, что путь мне украшает термин. Да и жене. А как еще иначе? Она же меня все время терпит. Еще хочу сказать спасибо дамам, Которые, ну, в общем, вдохновляли. И вам сейчас бесценно благодарен, Что вы меня со сценой не согнали. Спасибо. Следующий участник нашего концерта во второй раз уже принимает участие в проекте. Однако, чтобы добиться этого права, Ему пришлось заблаговременно еще в 1989 году Стать дипломантом всесоюзной юморины, Лауреатом московского конкурса юмора, Поучаствовать в знаменитой передаче «Вокруг смеха». Это ему принадлежит известный афоризм. Если ваша жена клад, Вам причитается 25%. След московского клуба афористики и клуба чертова дюжина Александр Ботвинников. А это, извините, моя жена. А когда она одна в семье, Представьте, так бывает, Ира, вот сюда, быстро, быстро, То эгоист, кой она обычно вырастает. Александр Ботвинников. От пятого числа предстоит День Учителя. Первые две фразы на всякий случай. По мнению учителей, яйца курицу не учат. По мнению учеников, курица не птица. Ученик знал содержание учебников наизусть, Потому что прочитывал их от порки до порки. Не так страшна женщина, как она себя молюет. Из борцов за свободу русского народа Дольше всех сидел Илья Мурец. Самая близкая к телу рубашка – смирительная. В медицине в скором времени останутся Два основных диагноза – СПИД и практически здоровье. В борьбе за здоровье населения Наибольших успехов добилась статистика. В жизни, в отличие от спорта, Второе дыхание обычно искусственное. Только не грамотный способен не плюнуть в колодец, На котором висит табличка «Не плюй». В баню я не хожу. В мужской неинтересно, А в женскую не пускаю. Мало открыть человеку глаза. Надо еще зажечь свет. Лучшее средство от тараканов – клопы. Если вечером женщина отказывается от рюмки и сигареты, Значит, утром ее родители вызвали в школу. А в нелегкой женской долбе Росла без мужа. Смешанный брак – это брак между мужчиной и женщиной. Для одних жена – это все, Для других – половина. Настоящее мини – это когда юбка кончается раньше, Чем начинаются ноги. Добро должно быть с кулаками, На худой конец – с середняками. Состоятельный человек – это тот, Кто успевает заработать больше, Чем у него успевают отнять. Знание законов не освобождает от соблазнов. Наш дом – Россия, удобство во дворе. Кто с мечом к нам придет, От кого и погибнет. Политическая мощь, экономическая мощь, Оборонная мощь. В общем, одни мощи. Бог есть, просто он плохо раскручен. Можно и лапу сосать, Если есть во что ее обмакнуть. Актер так не воплощался, Что гримировать его приходилось после спектакля. Актер столь блестяще сыграл смерть своего героя, Что после спектакля Зрители усыпали сцену венками. Хирурги научились менять человеку пол. Теперь у них научили людей национальность. Поймал старик золотую рыбку И отпустил пейсы. Какую боль должно быть испытывает мужчина, Когда у него режутся рога. Семья будет крепкой, Если зять и теща Любят друг друга. Они жили долго и счастливо, Пока не стали мужем и женой. Чтобы жена не могла уйти к маме, Пропишите тещу к себе. Если ваша жена пару раз улыбнулась вам улыбкой Джаконды, Значит, пора вести ее женскую консультацию. У любвеобильных женщин Страстное сердце бьется в каждой груди. Женщины – это моя слабость, Вздыхал импотент. Как трудно любить жизнь, Кругом столько соперников. Фунт лиха, Пут соли, От мертвого осла уши. Все перемешать, Подогреть, И смысл жизни готов. На улице осени слякоть, Но все же не время, товарищ, Для скуки и с плина. Тебе наше верное средство поможет. Послушай, Читает Савельева Ирна. Да, Ирна Савельева. Вечно юный, активный, добре счастливший человек, Член Союза писателей Москвы, Московского клуба юмористов и сатириков Чертова дюжина, Где 9 лет была председателем. Обладательца первого места в конкурсе поэтов-хронистов Комсомольской правды, Дипломант фестиваля певристической поэзии Ёрш, Ирна Савельева. Сначала почитаю несколько таких пирожков без ритма. Некоторые из них вот от мужского лица. Ты знаешь, Зина, что все браки свершаются на небесах. Вот по бою, когда на небо, я обязательно женюсь. Поела суши, рис и рыба. Ну, что особенного в них? Ну, правда, ела рис сегодня, а рыбу кушала вчера. Лепучий орбит отскребал он, А с ним два зуба заодно. Теперь во рту не только свежесть, Но даже явственный сквозняк. Бывают, у ослепительной актрисы бриллианты ослепляли всех. Чтобы не травить народу душу, в конце концов, их увели. Костюм английской королевы свой цвет меняет каждый день. Ее закончатся правление, когда закончатся цвета. Чужие дети симпатичны, всегда забавные, милые. Но есть противные, да нельзя, они всегда в твоем купе. Все съели гости, бра разбили, насвинячили везде. Жена ни разу не орала. Ведь может стерва промолчать? От сил грозить мы будем шведом, Нам Петр Первый завещал. И я всегда, приехав в Питер, Пугаю шведов чем-нибудь. В скайп это очень экономно. Ты раньше угощал друзей, Теперь болтаешь с ними вечер, А водку каждый пьет свою. Бабулька мыла пол в больнице, Всех проходящих в костерях. Нет должности другой прекрасней, Где чувствуешь себя как бог. Когда б не комары, да мухи, Но так Кушкин лето полюбил, Но развелось клещей, да черта, С энцефалитом не до мух. Пролезь ко мне в программу «Хакер», Разнюхал банковский мой счет. Увидев, сколько я скопила, Мне перевел пятьсот рублей. Увидела арбуз квадратный, Смотрела долго, как баран, И не купила, но остались Квадратными мои глаза. Быть добродетельным не сладко, Как трудно стойко пережить, Что все вокруг грешат блаженно, А одному тебе не-не. Сидит мышь мыслитель, Обреченно, весь напряжение От проблем. О чем задумался детина? О том, что нечего надеть. Мечтают многие мужчины Богатых вдов о хомутах. Но вдовушки хотят вторично Еще удачней обдавец. А вот тосты, Какие бывают. Тост на застолье. Вы ждете, чтобы тост, Я вам сказала, Хотя и так вы очень много пили. И я сейчас хочу поднять бокал, Который вы тут спьяно уронили. Тост на юбилеи. Ваш юбилей для нас огромный праздник. Приятно, что мы с вами в этот час. Вы моложалый, еще проказник, Но, слава Богу, мы моложе вас. Тост на свадьбе. Хотя для вас сегодня дата удивительна, Хотя вас ждет нелегкая дорога. События прекрасные, значительные. И пусть таких событий будет много. Тост на банкете. Защита диссертации успешная. Желаем, чтобы могли бы отыскать Из-за бугра кого-нибудь нездешнего, Кому бы тему выгодно продать. Тост на поминках. Наш друг был человек весьма достойный. И в пьянках проявлял он мастерство. Но хорошо, что хоть не пьет покойный, Останется нам больше без него. Тост на рандеву с девушкой. Я выпью за развитие твое, Чтоб не было в тебе зажима. Чтоб кончили мы быстренько питье И перешли к постельному режиму. Тост на новоселье. Я пью за вашу новую квартиру, За бар ваш со столовой пополам, За ванны, спальни, полы, Два сортира, Чтоб вы сгорели все на радость нам. Тост за здоровье. Вы пьете много, судя по злословию, От алкоголя. Пруд, пруди, вреда. Вы пейте, пейте за свое здоровье, Которого не будет никогда. Я пью тост на корпоративе. Я пью за нашу, как ее, гулянку, Что нынче все зовут корпоратив. За то, чтобы не снимали для подлянки, То, чем тут занят спьяную коллектив. Ну и маленькая стихоин, Которая есть в книжке, Я его люблю, так и прочь. Человек без обертки. Снял он обувь, Стал пониже, Снял пальто и стал худее, Без костюма лоск пожиже, Без очков на вид глупее, Шапку скинул, Плеш наружу, Без перчаток руки-крюки, Без жилета грудь поуже, Зубы вынул, Уже звуки. Без портфеля вид попроще, Без мобильника, Как нищий, Скинул майку вовсе тощий, Сбрил усы такой носище, Посмотрела, засмеялась, Как важна вещей опека, Снять трусы ему осталось, И не будет человека. А сейчас у нас будет музыкальный номер. На сцену уходит Елена Алмол, Это профессиональный музыкант, Закончила Академию Нигнесиных, Покрасу скрипки. Кроме того, Она профессиональный модельер. Лауреат премии поет года 2014, В номинации детской литературы, Автор детской книги с точки зрения Варя, Победитель вечерних стихов сезона 2014 года. А теперь еще лауреат фестиваля Конкурса «Умный смех» 2017 И дипломан всероссийского фестиваля «Ерш» 2017, На котором она малого ерша, Получила вместе с Маратом Иналиевым. У них дуэт называется «Весла». Мне так и хотелось сказать, Весла, гребите на сцену. Но одно весло мы потеряли, Надеюсь, что временно, да? Марат заболел. Весло передает всем привет. Сегодня у нас такой усеченный будет дуэт Ол Весла и Александр Хигай, Который поможет мне. Но сначала я все-таки буду поэтом, А уже потом музыкантом. Поэтому я начну со стихотворения. Стихотворение специально для женщин. Психология. Ты с утра на работу ушел. Я позавтракать села за стол. И налив апельсиновый сок, Твой увидела рядом носок. Он лежал на столе и молчал. Явно что-то при том означал. И, задумавшись соком в руке, Села я за стихи о носке. Что же этим хотел ты сказать, Что мне надо бы чаще стирать? Или дал мне заметить с утра, Что на пятке протерлась дыра? Или это тончайший намек, Что мой вес от стандартов далек? И, возможно, при виде носка Не возьму я с тарелки куска. Размышление сводит с ума. Я не справлюсь с проблемой сама. Чтобы найти адекватный ответ, Мне психологу нужен совет. Разъяснил интернет сей же час. В отношениях кризис у нас. И должна я без страха и слез Радикально поставить вопрос. Недопитый отстали в стакан. Я иду собирать чемодан. Но не зря задрожала рука. Я от правды была далека. Просто утром, пока я спала, Ты, уже погруженный в дела, Не найдя носового платка, Взял носок на замену. Пока. Александр Хигай Выходит на сцену. Автор и исполнитель. Мы его еще увидим. Шалом православный. Я здесь сейчас в качестве Некрасивой подружки Лены. Очень, очень волнуюсь. Ну, у нас дебют в таком составе, Поэтому сейчас будет интересно. Держите нас, пожалуйста. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 ДАЧНАЯ ПЕСЕНКА Ура, выходные, левует народ, Любимая дача хозяев зовет. И тихо мурлыкая песню свою, Я еду на дачу, вернее стою. Ведь никто собирается на ночи отдохнуть, Как я с утра отправились в машине в долгий путь. И следов пробота везде, куда некий взгляд Тайон и Мазды помнили, стоят, стоят, стоят. Ах, чай на веранде ни с чем не сравнить, О, Боже, как хочется просто попить. Но выпито все, кроме пива, друзья, А я за рулем, значит, пива нельзя. Но есть в опасе бутерброд, там сыр и колбаса. Теперь я пробки продержусь еще хоть три часа. И слева, справа, да везде, куда некий взгляд Тайонах, Маздах, Хопелях едят, едят, едят. И вот, наконец, я на даче своей Теперь-то уж точно я буду умней И чтоб на обратном пути не стоять Я чаю в глобу и в дорогу опять Но только с дачи выехал, как вижу, вот дела Идея эта мудрая не только мне пришла И слева, справа, да везде, куда некий взгляд Тайонах, Мазды, Хопелях стоят, стоят, стоят. Тайонах, Мазды, Мазды, Хопелях стоят, стоят, стоят в ряд И дачники угрюмые на мир из них глядят Я не знаю, как я, который забыл надеть капонасту И поэтому начало нашей песни оказалось чуть-чуть смазанным А вы уже постояли Спасибо, ребят Спасибо Следующий участник нашего концерта писал когда-то себе так Стихи пишут со школьных лет, но книгу за эти годы издал только одну Которая называется «Медный ветер» С 1980 года являюсь актером любительского литературно-поэтического театра То есть уже более 35 лет В составе театра этот человек является лориатом всесоюзных конкурсов Участником многочисленных фестивалей Как чтец он участник в городских конкурсах и лауреат, и дипломант Стихов им написано более тысячи Из них штук 20, как он сам утверждает, неплохих На хохмодроме, такой сад весь известный Он с 2006 года, где был мной когда-то замечен И приглашен в качестве участника на первый концерт поэтов хохмодрома в 2007 году Юрий Смирнов Первый раз я выступил здесь 10 лет назад Отвязаться от меня не удалось Я приехал еще раз Так что займу ваше внимание на несколько минут Итак, значит, почему я пишу? Иногда мне даже самому это интересно А в честь чего? Может быть, это стихотворение немножко что-то объяснят? Объяснит? Я усы улыбаюсь, а вовсе не дую И высызмельство, будучи тлёщей бутною, с неизменной сноровкой маялась дурью А она хоть и ныла, но маялась мною Эксцентричный умелец А позже по весу, по заслугам, отмеченной гладкостью взяток Я был даже подвергнут изгнанию беса Но взамен одного понаехал десяток А хранитель крылами взмахнул, запоздало И пресветлое братство во мне засновало Может, я лишь живой отголосок скандала Разномаштывая жильцов чердака и подвала Жаль, что весь этот сброд Даже тёртый и битый Так просел за всегдашнюю склок и ионью Что на фоне текущих тревог и событий Представляется мелкой, смешной шелупонью И теперь, как отсталой я лично с нихмурю Подшакалия скалы, мурло Хомякова Просто маюсь своей обособленной дурью Как привыклась, по-тёплому и бестолково Наш уважаемый Владимир Давыдович сказал, что в собравшемся коллективе есть академики, герои, мореплаватели, плотники Так вот, я вам могу сказать, что есть ещё у вас туда один автослесарь затешался В моём лице автомобильную тему никак не мог пройти мимо Но почему-то, что бы я ни писал, я обязательно с любой темой съезжаю на женщин Итак Не машина, а не счастье Повыдёживалась сласть Как я с ней не извращался Ни почём не завелась Стартер вжикнул, как пластинка под слетевшей иглой Встребенись, моя калинка А ли я не удалой Что тебе за знова надо Отчего такой прострел Я ли твой аккумулятор возле сердца не согрел А ещё была огласка всемогущим матерком И проверенная ласка на коллектор кипятком Мы же лазили годами Что ж теперь не помогла Теребилка с проводами От проезжего села Рядом, звучно, как аврора Громохнули с полпинка Престарелая приора И костлявая ока Не кладу на них я глаза Нету дела, нету мне дела до чужих Но ведь ты, моя зараза Холодна, как пять моржих По велению сил природы Всё тебе сегодня в лом И эфир воздуховоды И таскание козлом Но отмазка не фурычит Не работает со мной Я, когда на то приспичит Укачу любой ценой Сколько можно биться с комой Словно флюгер на оси Всё, звоню другой знакомой Той, которая такси Александра Сергеевича Пушкина Тут уже упоминаю Он наш всё Он наш и настолько На всё, что не боюсь похвалиться Мой прадед, будучи Известным колорским купцом В своё время вёл дело с Гончаровым Какой-то отзыв по мне, наверное, Остался с тех пор Так Стихотворение называется Я вас забыл Оно, по-моему, есть в книге Будете читать писанное Вспомните живого Я вас забыл За вздорной суетою Утратив актуальность Как вопрос Вы были так И сделали слитою Чему виной жизнь А не склероз Срываясь то в забой То в кругосветку Вы, нашуя Собственный астрал Запамятовал я размер Расцветку А первым делом Имя не хорал Годами слизь Повизгивая вьюжно И в этой круговерте новизны Я помнил всё Что мне в упор не нужно А вас, увы Логично Вы нужны? Нет, я не сожалел Что всё уснуло Как куба рос Под кружевом зимы Зачем мне вас Негаданно вернуло Как алкоголик Взятая взаймы Сдаётся мне Что чувства не угасли Как летний полдень В проблеске заре Вернуть вернуло Спору нет Но вас Не помню Чего нас с вами побери О, этот взгляд Невыразимо томный О, этот шарный Очевидный пыл Я позабыл Что вас забыл Но вспомнил Когда решил Что вас давно забыл Нет смысла Препарировать детали И притворяться Будто я удел Вы без меня Похоже Процветали Ну так и я Без вас не увидал Надстройка в шоке Но крепка основа Поэтому В ряду побочных тем Я вас забуду Не опять А снова И дай вам Бог Что в этот раз Совсем Спасибо 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 Следующая Участница Добрый вечер всем После Юры Конечно Выступать Очень страшно Женщина Не должна просить Только напрашивать Я все пойму Но только не отказ Не доводи меня До совершенства Не удается разубедить Женщину Разочаруйте Мой дом Моя слабость Сначала поймай Потом фантазируй Если женщина смеется Не спрашивайте Понравилось ли ей Одни мужчины Могут Другим Только нравится Не уверен Не обнимай Всю жизнь Училась Любить себя Но всегда Кто-то не вовремя Подворачивался По другу Основное Достоинство Опыта Ты точно Знаешь Что делаешь Глупости В прошлом веке Знали Чем гордиться В этом Знают Как это Продать Трижды Перечитала Прежде чем Поняла Захочу ли Прочитать еще раз Из всех Проб пера Запомнился Только Пятьсот Восемьдесят Пятый Хочешь Быть счастливым Буди Надо Быть Выше Того Что Происходит Ниже Никто Не Отнимет У нас Право На Несчастную Жизнь Не Люблю Разочаровываться В людях Но Надо Насколько Надо Любить Мужчину Чтобы Жить Только С Одним Любовь Чувства Неблагодарные А потом Вечные Сердце Разбивается На Счастье Стоит Поговорить С умным Человеком И сразу Понимаешь Что Не А Пришла К выводу А он Занят Я И так Дура Куда Уж Симпатичнее Не Первый День Мы Говорим Всю Ночь Если Вам Выносят Мозг Успокойтесь Плохой Выносить Не Будут Не Договорюсь Тогда И Вераюсь Не Каждый Удар Судьбы Стоит Парировать Чем Больше Я Не Люблю Людей Тем Больше Становлюсь На Них Похожим Отдых Это Смена Привычного Напряда Но Не Объясним Силы Притяжения Зависит От Размаха Крыльев К Счастью Тянет Как На Место Преступления Столько Разных Нельзя Что Можно Ни В Чем Себе Не Отказывать Человеку Нужно Немного И Совсем Не То Что У Него Есть Любое Удовольствие Можно Растянуть До Не Удовлетворения Люди Все Разные Этим Тони И Похожи Лучше Сразу Упасть Чем Докатиться Богу Сложнее Всех Ему Приходится Верить В себя Люди Всегда Дойдут Общий Язык Стоит Лишь Его Показать Всего Чего У меня Нет Я Добилась Сама От Добра Молодцы Не Ищут Отстали От Жизни Жди Следующий Кому-то От Бога Кому-то От Нечего Делать Так Заканчивай Мир Так Тесен Что Нет Смысла Выходить Из Себя А Я Ребен Спасибо Друзья Поэты Следите За регламентом Иначе концерт Будет не 3 часа А 4 Да Продолжим Нашу программу Поэт Который уже 7 раз Принимал участие В концертах Нашего проекта Но поскольку Пишут Много То ему всегда Дается прочитать Что-нибудь новенькое Нам не так Часто Дается встречаться Правда Иногда Он Махнет Крылом Над моей Дачей Когда заходит Потому как Он не только Поэт Но и Действующий Летчик Старший Вецепрезидент Компании ЮТР Которая Скоро станет Спонсором Нашего проекта Я надеюсь Андрей Ситнянский Поэт Пилот Угодник Дамский Андрей Иванович Ситнянский Вот так Спасибо Добрый вечер Дорогие друзья Сегодня Первый день Октября Наступил октябрь А фулик Плюс Всего Один День Ото Дня Что Ты Не Выбрасываешь Ёмку Будут Реже Спрашивать Меня По себе Немножко Похож Я на Есенина К тому Жит Березки Наши Русские Вольплен Стихи Пока Пишу Немного Хуже Зато Уже Бухаю Прям Как Он Пожалуюсь На тяжелую Судьбину Мои Стихи Не пользуются Спросом К тому Жит Я устал Вступать Взял Что Мы Твои Фанаты Про Девушки Вкус У мужчин Обычно Безупречен Они Пьют Сок Грейпфрут Или Томат А Мультифрукт Придумали Для Женщин Они Всегда Не знают Сами Что Хотят Девчат Не понять Прагматичным Мужчинам Гуляя По Городу Просто Со Скуки Прервут Они Шопинг По Двум Лишь Причинам Закончились Деньги Закончились Руки Совет Милым Девушкам Вопрос Поставить Лучше Так Иные Варианты Чушь Не Почему Мой Муж Дурак А Почему Дурак Мой Муж Совет Мужчинам Не Обижайте Девочек Серьезно Расплачется Девчонка Быть Беде Зареванный Понять Совсем Непросто Кого Лопатой Лупишь Побалде Вот Автобиографичное Дно Коту Терпиме Чем К поэту Моя Жена Таков Итог Я Чтобы Убедиться В этом Три раза Ссал Ее Сапог Вот Очень Давно Написано Стихотворение Конкурс Красоты Называется Для победы Что не говори Конкурсантке Надо Обязательно Подружиться С членами Жюри И особо С членом Председателя Печаль Печальная История Написал К 8 марта Буквально Недавно Магазин Сапфиры Очень часто Доводил В канун 8 марта Девушек И женщин До оргазма А их кавалеров До инфаркта Круто Моей супруге Нрав Чтоб Не сказал я Это чушь Один из нас Все время Прав Другой из нас Все время Муж Сказочка Одна для детей Маленького возраста Без секса Вот уже 4 дня Конечно повод Был поторопиться Вскочил Иван Царевич На коня Не дотерпел Простите Василиса Кто в доме Хозяин Тоже Не верьте Вы соседу Болтуну Что я глава Семьи Тут знают Многие Когда хочу Я слушаю Жену А не хочу Лежу в тропатологии Про нашу великую Могучую родину Объясните Братцы Кто нибудь Как сынок Чиновника К примеру К 30 годам Прошел весь путь От сперматозоида До мэра В Орле Снимали порно Про больницу Но режиссер Вдруг волком Начал быть Бабульки Стали в студию Ломиться Кричат На секундочку Спросить Спецоперация Просил Веков Под видом Клиентов Вчера Опера В массажный Салон К проституткам Пришли Гуляли В салоне Почти до утра А утром Под видом Клиентов Ушли Через месяц Время Платить налоги Я заплачу Налог На этот раз Ведь Федоинспектор Мне сказал Маленький Пруд Зима Все точно Так Та же пьянь Но в валенках Мы Накрали с другом Дайкоты Рекламный Прочитав вчера Плакат Забойная Прикольная Работа И ниже подпись Мясокомбинат Как это свадьба Жалко нет Моего друга Подполковника Милиции Алексея Алексеева Игоря Но Думал он оценит Гуляет свадьба Я заметил Расклад в полиции Иной У всех на свадьбе Есть свидетель А у ментов Есть понятой Пытаюсь Разобраться Год от года Но почему Нам власть Так нагло врет И как вообще Заставить слух народа Немного полюбить Своих господ Классовское Стихотворение Обида называется Если бы вдруг Жизнь заговорила Что сейчас Почти не мудрено То она бы сразу Заявила Вот что люди Сами бы говно Делают Мужчина Я больше всех Ее люблю Ты не годишься Ей в подметки Я без нее Не ем Не сплю Тогда женись На ком На водке Ну и еще Россия уникальна Тем, что у нас Самое большое Расслоение Населения И у меня И у меня И у меня один вопрос Когда же вы нажретесь Суки Пришел запросы Почему не спать Быть здоровым Программа В фестивале Я был Я был когда-то инженер Я был когда-то инженер Теперь, увы, пенсионер Не разбежишься Такой товар Я был такой товар Не беспредел Я поддержатель Жил несчастного Морально А что случилось Старина Да вот Сдала меня жена В комплекте С ванной Машиною Стирали Мол Обновляет Интерьер Мол Я морально Старел И старый Гонь И борозды Уже не вижу Ну в общем Баб Я шапитон Но не давить же баб За то Что иногда У них Года Срывают Крышу Чтоб точно Не давить За то Мы с ним Начислили Постоп На всякий случай Я всегда Гуляю С пляшкой И пил Наш дружный Коллектив Монетаристов Супротив И завелась Тогда Идея Под фуражкой Я сказал Ему Не дрейф Я ложусь В попутный Дрейф И у меня Идет К тому же Мне сдается Но только Я не стану Ждать Когда меня Решат Создать И нацепил Себе Табличку Продается Кому Нужны Два чудака Склероз Отвившие Бока Ботинки Гады Макинтош Тебе Сезонные Конечно Малость Из ума Но компанийски Весьма Вы захотите Как-нибудь В комиссион Нудисты Нудисты Слышь, Серега, не нудисты Повод есть для куражу К нам приехали нудисты Кто такие Я расскажу Из Италии И Германии Эта мода Добрела И до нашей Глухомани О, какие Браты Дела Там У них Такая Доблесть Обнажение Телес Там И там Серега Топлес Половина Доблесть Как на пляж Телес И там Время Время Выйти Из Стоим Выкинь Пугалы От седа Мы за место Можем Стать Слышишь Крики У соседа Оценили Нашу Стать Примы Леждаются С Варшави Участковой Впереди О, и Жены Нам Бежали Окружают Нас Споги А в личной Жизни Катастрофа Глаз Подбит Дороже Швы Нет Серега Не Европа Мы пока Дышим Увы Эх Раз Еще Раз Вдалеке От Евротрасс Но Сдается Мне Серега Отгоняем Гондурас Спасибо Валерия Ременюк Вот И мы Потихонечку Добрались До авторитета До Аксакалов Горанической Поэзии Знаете Поэту Для концертной деятельности Мало уметь писать Хорошие юмористические Стихи Мало Группы Красивых читать Надо еще Суметь читать Стихи Не рассмеяться Раньше Зрителей И вот этот Поэт Делает Совершенности Самый первый Лауреат Первого Фестиваля Юмористической Поэзии И песни Ёрыш 19-ти Кратный Участник Концертов Нашего Проекта В том числе Конечно самого первого Владимир Гавриков Я бы еще добавил к званию своим, что я был первым ведущим в составе однополого дуэта Но потом времена переменились Начнем Нам с Совета Запада дофини Санкции сегодняшние тоже Нас нельзя поставить на колени Потому что нам удобней лежа Мне еще обидно задержало Колыбель бунтов и революций Довели страну, что даже травы от росы серебряной не глются Все у нас на грани, на пределе Каждый день ломается и рвется Ну а травы просто не успели Дайте срок и денег Все загнется Смело, товарищи, в ногу Счастье нас ждет где-то там Кто-нибудь знает дорогу? Нет? Ну тогда по местам Если в колесо вставляют палки Перестройка медленно идет Неохотно после коммуналки Селиться в пентхаусы на руки Ну немножко о себе Как бы это ни звучало гадко Правде все же должное отдал Есть у меня пара недостатков Старый и умен не по годам Я с детства не любил овал Мне витаминов не хватало Я с детства сало рисовал Оно полезнее овала Помнится еще с начальной школы Не любил я дружбу Однополой И причина, думаю, понятна Дружишь, дружишь Все без результата У меня спина болит, а она гибаться плохо Вот так вот, наверное, лучше Тут надысь соседа грохнул Петя Так менты замучили вопросом Почему в охотничьем билете Нет отметок об уплате взноса? Я им поясняю Я ж прикладывал Да и он дышал немножко вроде Ну, тогда отметок и не надо Забирай свое ружье свободен Нет, в дружбе нестерпимы перекосы Лишь вред наносят дружащие манья Что ж ты, Петров, не ходишь на допросы? Как будешь посвободней? Загляни Бердичев таможня Еврея трясут Трясут, как обычно, не строже А город подумал Учения не подумал Раскатывал ж больно похоже С тобой Степан Степанов Несмотря на жалкий вид Был грозой для хулиганов И не раз был и не гид Но зато на стадион Проходил бесплатно С автоматом, где у пули Центр тяжести смещен Как образованы менты Порой сам не замечаешь В Москве живу Заявишь ты Они поправят Проживаешь Хоть удовольствий в армии немного Но иногда на нас с пяти утра Дежурный как начнет орать Тревога А мы лежим и думаем Ура Полезно, правило простое В люсте для армии любой Штык надо чистить перед боем Штаны, когда закончили Ну, продолжение про штаны Скажи-ка, дядя Ты так редко Штаны стираешь и носки И с этим запахом В разведку Как там встречают? Не в штыке? Мебель стали делать Очень плохо Сутки, проведенные в шкафу Показались целой эпохой А я еще натрескался горох Все глаза повыщен Фу Домой вернулся Встреча удалась Охи и ахи летят из спаленки Которые тут временные А ну слазь Убирай нафиг с прохода в валенке Я прошу вас Самую малость Обряму как великую честь Буженинки у вас не осталось Нам тут не с чем горчицу доесть Наконец-то перо Приравняли к штыке Все, кто пишет Как будто лишились оков А пернатых реформа Повергла в тоску А куда полетишь С полной попой штыков Суета по утра У нас в могилу сведет Не ленись Как бы ни было Гадко Если завтра война Или дальний поход Лучше с вечера сделай зарядку Мне поговорки нравятся не все Порой бывают притчи скороспилки Вот вспомните про белку в колесе Там колесо вращается, а не белка Предлагаю разобраться с Далью Чтобы всем понятно было впредь Лондон Это тоже Забайкалье Если из Хабаровска смотреть Что-то вам нравится география Еще одно название географии От колопогусов до Перми Равно как от Мельбурна до Польши Сколько тигра мясом не кормили У слона интимный орган больше Ну и последнее Октябрь Осень на изломе Не держит влагу небеса Вот так же и спиртное в доме Рекорд квартиры полчаса Ты полагаешь, что на даче Иначе обстоят дела О да, на даче все иначе Там не доносим до стола Осень и опять лишен покоя Полностью Ни запаха, ни следа Осень время года не такое Чтоб болтаться трезвым до обеда Я вот принял 200 грамм под сало Чтобы только дверь вступила в руку Не вступила Значит, 200 мало Осень — это целая наука Отрывать человека от рюмки Когда он ее в горло поднес Могут только одни недоумки А вот смогут ли это вопросы? Третий час я любуюсь Москвой Под чаек исчербатору блюдца Вижу трезвый, не наш рулевой Не втянуться бы нам Не втянуться Спасибо Родился в Москве Где прошел путь от хрустника роддома До доцента ЛГТО имени Николая Настовича Баумана Начал писать довольно поздно И, как он мне сказал И исключительно из любви к человечеству Его любимый жанр — анекдоты, афоризмы, короткие шутки Которые он частенько использует во время своих лекций Благодаря чему студенты в Бауманке Хорошо учатся И как результат образования получено Бауманского университета Секор считается первоклассным Я считаю его одним из лучших афористов Всех времен и народов Не случайно он стал первым лауреатом Ерша, когда на нем была введена номинация Афористика Владимир Зверев Добрый вечер Ну, я тут нашел текст своего первого выступления На концертах «Смехом печени не испортишь» Вот отрывок прочту Но я тогда еще был молодой Меня, видимо, сильно интересовали женщины И так Несколько разложек в мужских стереотипах А женщины в отношении с мужчинами Как говорится, орфография и пунктуация того времени Сохранена Каждому мужчину где-то ждет женщина Но неизвестно где Поэтому не каждому удается избежать этой встречи Например, часто глядя утром на женщину С ужасом понимаешь Что в том, что ты ее вчера соблазнил Была не твоя, а ее заслуга Вообще, если вы встретили женщину в своей мечте С остальными мечтами Можете уже распрощаться От женщин можно ждать чего угодно И чем более угодно, тем дольше можно ждать Комары гораздо гуманнее некоторых женщин Уж если комар пьет твою кровь Он, по крайней мере, перестает жужжать Поэтому было бы неплохо, если к девочкам при рождении Завязывали не только пупок, но еще и язык Не правда, что женщины не способны думать Они способны Просто не видят в этом необходимости Ведь выражение «привести голову в порядок» Для женщин означает просто причесаться С другой стороны, мужчин вообще принято Свою IQ измерять в сантиметрах И все-таки переудобной женщине хочется снять шляпу Перед красивой все остальное Да, за красивую женскую грудь Мы обеими руками А что делать? Мужчины же не думают о сексе только тогда Когда им занимаются Удар по женскому самолюбию Когда мужчина засыпает сразу после секса Удар по мужскому самолюбию Когда женщина засыпает во время секса Совет жен Если муж в постели назвал вас чужим именем Откликайтесь, не пожалеете Да, супружеская жизнь Это путь от незабываемого секса К невспоминаемому Все-таки, несмотря на все усилия женщин Не любить их невозможно Потому что это та ложка дегтя Которая делает нашу жизнь медом Ну и теперь логично было бы прочитать то Что еще не читалось на концертах Смехом пищи не испортишь Ну был такой раньше жанру и мистической миниатюры Это «С миру по нотке» он назывался Когда бралась какая-то фраза из песни популярной Так по-новому об этом Итак, об этом Итак, избранный из контекста «А ты опять сегодня не пришла» Песня человека в ожидании мысли «Смело товарищи в ногу» Песня футбольного тренера Призывающая своих подопечек играть пожестче Ты у меня одна Песня о прощениях 100-рублевой купюры За деньги зарплаты Руку мне дай на середине пути Песня редкой птицы На середине Днепра Тридцать три коровы Тридцать три коровы Песня наблюдения члена жюри конкурса «Мисс Улюбинск-2015» Со мной что-то происходит «Нет, ко мне мой старый друг не ходит» Песня человека, одолжившего товарищу денег Я календарь перевернул И снова третье сентября Песня человека, купившего бракованный календарь «Что стоишь качаясь» Песня женщины, встречающего мужа с корпоратива Самый лучший день заходил вчера Воспоминания взятия об отъезде тёщи домой Позабыто всё на свете Сердце замерло в груди Песня студента, берущего экзаменационный билет Ну и наконец «А нам всё равно, а нам всё равно» Песня «Реакция россиян» на западные санкции Спасибо! Ну а следующую участницу нашего концерта мне представить особенно приятно По нескольким причинам Во-первых, мы с ней были знакомы с самого начала сальта «Хахмадром» По её стихам я пригласил её на первый концерт Но так как она была из Нижнего Новгорода То ей стало как-то трудно мотаться туда-сюда Потому что принимала она участие в каждом концерте И она решила перебираться в Москву А теперь это моя соседка Танечка Корминца Ну она всевозможный благодарит Всех фестивалей «Русский смех», «Умный смех» и «Ёрш» И вдобавок она председатель нашего клуба «Чёртова дюжина» Татьяна Корминца Спасибо! Когда я открылась к концерту Думала сначала, что читать, что читать Потому что любимый супруг сказал «Чёрт ты мучаешься? Давай читай моё любимое» И быстренько мне накидал программу на 7 минут Я тут же переключилась на вопрос «Что надеть? Что надеть?» Звонит Володя Городейский и говорит «Тань, я надеюсь, ты будешь в красном» Вопрос отпал «Как хорошо, когда есть мужчины, которые за тебя всё решают» Итак, я в красном Читаю стихи по заявкам своего самого любимого обслушателя Патриотическая фантазия Мне на родину, я же народный герой Бюст прислали С волнением снимаю фанеру Вместо пятого бронзе отлили Второй Что такое? Я требую бюст по размеру Собиралась строчить обличительный стих Но мне родина тихо и строго сказала «Из-за вас, нестандартных героев таких У меня у страны не хватает металла» «Что ж ты раньше молчала об этом, страна?» «Ну, стеснялась сказать, намекнула хотя бы» «Да понятно, бабла у тебя нихрена, но всегда же есть в наличии русские бабы» «Помню, кто-то железный меня называл, он наврал, я стальная, примите поправку» «Если стране нужен прочный металл, я себя вместе с бюстом отдам в переплавку» «Закалённый мой характер, десятки горнил, есть железные нервы, лужёное горло» «Кто уж там о гвоздях из людей говорил?» «Из меня можно делать отличные свёрла» «Покоряться тем свёрлом, кирпич и бетон, брус, вагон, когда скадровый черепица» «На починку откликнется баб миллион» «Кто от жизни такой в переплавку стремится» «Соберут в нашу честь вспоминальный фуршет» «Будут только свои» «Стинг, Вишневский, Мелл Гибсон, хор турецкого, Чаев, Масляков и Пашмель» «Ну а бюст — пятый номер» «Ваять из гипса» «Маленький подборчик четырестишей» «Так коротко о разном» «Верно в прогресс» «Прорвёмся мы с мозгами или без, нам лишь бы из пива не просохло в глотках» «Мы верим, что технический прогресс необратим, как стрелка на колготках» «А главное» «К чему все эти гневные слова?» «Ты, дорогой, в пустую тратишь силы» «Да и сегодня снова голова» «Но ведь болит не просто России» «Заграница нам поможет» «Душа рвалась в Берлин, в Галагу, в Ниццу, навстречу с Ахи нужными людьми» «Но фейс-контроль суровый, черт возьми, на выходе из нашей психбольницы» «В поисках приключений» «Сколько всяких бед и огорчений мне уже досталось в этом мире» «Но ищу порно приключений на свои вторые 104» «Скрытые возможности» «Вас, кажется, смутил мой интеллект» «Цитаты из Камьи Миттерлинка» «Не бойтесь, это видимый эффект» «В душе я дура и почти блондинка» «В следующем стихотворении есть «Эпигров» «Четверостишья Лана Мигова» из курортного цикла «Мужчина, вы морочите мне голого» «Не обещала замуж я за вас» «Ну, бегала вчера, пред вами голая» «Так проще покориться парнас» «В продолжении развития этой темы» «Стихотворение называется «Совсем не повод» «Мужчина, вы чего, какой настойчивый» «От вас одно сплошное беспокойство» «Бутыль мартини на двоих прикончили» «Так это разве ж повод для знакомства» «С чего вы тут эмоциями-то буйствовать» «Сего-то пара-тройка брудершафта» «Похоже с космическими чувствами» «Да не похоже на космонавта» «По вашим брюкам гладила в промежности» «Я оттирала майонезы кляксы» «Ах, допустила пару лишних нежностей» «Тишу теперь, бегом бежать до ЗАГСа» «Да может, это просто для прикола» «Я силком вас привезла к себе на дачу» «И то, что я лежу тут с вами голая» «Вот ровным счетом» «Ничего не значит» «Жестокий романс» «Ах, месье» «Ах, месье» «Ах, месье» «Вы мазутом заляпли ватник» «И к тому ж ненароком вступили в навоз» «И поэтому вас не могу целовать» «Я, как бывало, без удержно страстного засос» «Ах, месье» «Вы соляркой забрызгали чунья» «И к тому ж позабыли портянки сменить» «Потому сеновало смотреть полнолунья» «Вы, похоже, отправитесь нынче одни» «Ах, месье» «Ваша речь перегружена матом» «И к тому же язык заплетается ваш» «Потому остается, увы, непонятным» «Для меня вашей мысли изящный вираж» «Ах, месье» «Отложите, пожалуйста, вилы» «Ни к чему так ужасно отчаянно вращать охотнуть» «Как могла я назвать вас дебилом» «Что имели в виду воскликнувший щак» «Ах, месье» «Сколько в вас необузданной страсти» «Но когда вас в уазик пытались спихнуть» «Несогласие свое представителям власти» «Вам высказывать стоило мягче чуть-чуть» «Ах, месье» «От меня вы теперь так далече» «Остаюсь безутешно в родимом краю» «Перед вашим портретом затеплила свечи» «Гематомы лечу и романсы пою» «На заключение фантазии такая на тему, как общаясь в России» «Если бы не было такого замечательного универсального овоща, как хрен в России» «Сказочка про другие овощи» «Как в одной деревне дальней было много овощей» «А вот хрена не видали там ни разу, в общем» «Дед-пахон со снастью новой просидит на речке зря» «Всем расскажет» «Клев перцовой не поймал ни имбиря» «Поругает старушки в невестке свекровь» «И в открытую друг дужку шрыт на свеклую морковь» «Мать бронит сынка болвана» «Укуряет дурачка» «За каким ты баклажаном? И какого кабачка?» «Незнакомцы в избу сроду не пущают до поры» «Что за лоб ты с огороду? Что за брокку из горы?» «Парни в лесу идут с усновой и урут издалека» «Пусть сюды рыдись, моржовая, идут в рыбов до чеснока» «Ледь ковухи с брюкводером в праздник выпьют и урут» «Нам, мол, все по помидору, огурец ли все вы тут» «Ни петрушки нам не надо, артишок нас победишь» «Получите авокадо с постным маслом, то есть шиш» «У деревни нам папайя, всем на рыло батисон, спаржи и дуб перешибаем» «В фейхоа кладем на все» «Помянут в порыве чувства» «И картошку, и порей, и репу, тыху, и капусту, топинамбур, сельдерей» «Вы с какого-то шпинатом не поверили, всерьез» «Сказка это все, ребята» «Только хрен в деревне Россу» «Татьяна Кормилицына» «Спасибо, да» «Стелющий участник нашего концерта уже выходит, выходит» «Мой друг и где-то даже родственник, мы даже с ним похожи, оба носим очки и гитары» «И какие бы песни он не пел, они сразу становятся знаменитыми и известными» «Постоянные участники телевизионной передачи в нашу гавань заходили корабли» «Александр Хигай» «День овак и рожденный, когда поется просто рай» «Корейский разум просветленный» «На сцене Александр Хигай» «Так он надевает еще» «Я вам что сказать имею и от гордости сгораю» «Мы машины из Кореи покупаем, есть Хигай» «Спасибо, Володя» «Владимир Давидович столько посвятил на мои дни рождения, на другие такие знаменательные даты моей жизни» «Стихов, что можно издавать уже отдельную книжку» «Друзья, всех с праздником» «Замечательно, совершенно» «Я очень горд и благодарен судьбе, что вот участвую в этом проекте» «А сегодня еще один праздник, кстати» «Вы знаете, сегодня день пожилого человека» «Коих я вижу в зале немало» «И к ним отношусь и я с некоторых пор» «Но по возрасту, как бы судить пожилой человек не пожилой сложно» «Потому что у меня много друзей, которым уже как прилично за шестьдесятку» «Ведут они себя как кинейджеры, конечно» «Я думаю, что просто вот человек вышел на пенсию, может быть и считается уже» «Хотя вы знаете, в нашей стране с некоторых пор считают, вот если россиянин дошел до пенсионного возраста, то он уже не патриот России» «Так что, ну все, как бы так делало, все дорогие пенсионеры и пенсионерки, вас с праздником еще, с профессиональным здоровьем вам и постоянного повышения пенсии желаю» «Вот, ну а спою я, наверное, знаете, октябрь такой месяц пивных фестивалей, октябрь фест приходит нам» «Кстати, в последний октябрь фест в прошлом году больше всех пивов выпил Владимир Гразийский, сидя перед телевизором» «Вот, и такая песня, представьте, что вы в пивном ресторане находитесь, песня про любовь, и у вас руки не свободны, а заняты пивными кружками» «И можно как бы раскачиваться, ну вот такой ритм, знаете, формата» «Как у нас на селедочной фабрике, где селедка блестит при луне, подружился с девчонкой я славненькой, только губы ее в чешуе» «Е-е-е-е, е-е-е, только губы ее в чешуе» «Прихожу я домой в беглых тапочках, у меня негодуют в семье» «Ты опять возвращаешься за полночь, снова губы твои в чешуе» «Е-е-е-е, е-е-е, снова губы твои в чешуе» «Е-е-е-е, е-е-е, снова губы твои в чешуе» «Можно, естественно, подпевать, подплясывать, подтанцовывать, ну, как на пивном фестивале» «Мы забросим кольцо обручальное, мы из паспорта вырвем печаль, наша тайна останется тайною» «Если рыба сумеет смолчать, е-е-е-е, е-е-е, эти губы ее в чешуе» «Е-е-е-е, е-е-е, эти губы ее в чешуе» «Вся сварба е-е-е, е-е-е, эти губы ее в чешуе» «Е-е-е, е-е-е, снова губы мои в чешуе» «Я не стал их петь, я потом как-нибудь спою» «Друзья, знаете, 19 ноября в этом замечательном зале у нас концерт, у нас это у кого-то, в квартет «Гавань», который поет дворовые старые подъездные песни, и я вас приглашаю на этот концерт, и в качестве такого как бы звлекалочки спою современную гаваньскую песню, на ней они пишутся. А я про любовь. Эпиграф. Здрасте, дамочка. Я вижу, вы не прочь пройтись до кампуса. Ах, ваши пальчики, ах, карие глаза. Я вижу, вы не прочь пройтись до кампуса. Ах, ваши пальчики, ах, карие глаза. А грудь высокая, под платьем шелковым. Он обхватил ее рукой с наколками. А тело гибкое, а волны плесчутся. А сердце рыбкою в груди трепестится. А мысли стайные, а взгляды страстные. А игры с чувствами весьма опасные. Не оценили вы любовь матросика. И бросил он ее в пучину с мостика. Идет по палубе матрос в розвалочку. Прощай, прощай, любовь, прощайте, дамочка. Не доводите страсти до кипения, чтобы избежать несчастного падения. Не доводите страсти до кипения, чтобы избежать несчастного падения. Пара-пара-пам. 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 Пара-пара-пара-пам. Александр Киряев, спасибо. Опа, извините. Это моя лягушонка в коробчонке, видимо. Спасибо. Если я спросить, а книжечку у Анатолия можно у вас попросить? Я первый такой нормальный. Мы корейцы. Следующий участник нашего концерта по образованию и роду своей деятельности архитектор. Согласитесь, в наше время встречается не так уж часто. И вот, кажется, нашел человек себя. Работает, творит. Так нет, он еще и стихи пишет на сайте Кухмадрома. Кстати, зарегистрирован на этом сайте под номером один. Участник второго концерта поэда Кухмадрома Владимир Никитин. АПЛОДИСМЕНТЫ Вы знаете, десять лет назад он был как-то нормально, сейчас вот вырос. АПЛОДИСМЕНТЫ Ко дню учителя. Звонок звенел тревожно дважды, но не откажет детям прыть. Ведь с одноклассниками каждый уже в контакте может быть. Директор кинул взор сердито. Чему я в школе вас учил? Его недавно мучил Твиттер, но, к счастью, быстро подлечил. Дневник введите в Инстаграме. Совет не очень-то хорош. Что там намешано в 100 граммах? Без литра водки не поймешь. Успехи школьные в два мига. Детишки выложат в Фейсбук. В Фейсбук по-русски – морда книга. А в книгах – мудрость всех наук. АПЛОДИСМЕНТЫ Любовь на острие ножа. Экстаз на острие ножа. Кто это? Йоги? Нет, безумцы. Здесь правит тело, не душа. И тело есть где развернуться. Забыто время, время и яд. Здесь нету фраз «Воеди нежнее». Полудвижение, полувзгляд. Для тех двоих куда важнее. Смельчак по-своему, кто нах? В любви стремясь скорее забыться. Быть может, в вечность – это шаг. И к тайне скоро приобщиться. Здесь страстью дышит каждый квант. Движение в ритме посадобля. Соединились рай и ад. Амур отрёт себе здесь сопли. Хлопок, удар и тишина. Конец любви, мечте и муки. Какая наглость! У окна на кухне спаривались мухи. На избитую тему. Ты приходишь всегда внезапно. Ты приходишь всегда без стука. Когда день не шумит азартно. Пока спит в тишине супруга. Ты мгновенно меня заводишь. Ты нещадно меня пытаешь. Мои мысли в туман уводишь. А потом ты опять растаешь. То придёшь не спеша, уныло. То ворвёшься мятежной бурей. Мне намнёшь безобразно рыло. А дурманишь до полной дури. Ты меня не оставишь браздным. Лишь немного прильнув жаленью. Ах, каким ты бываешь разным. Удалое моё похмелье. Ой, если б не было похмелья. Ой, если б не было похмелья. Как мало в жизни я б страдал. Сменился б милой тихой трелью Обычный жёнушкин скандал. И не торчал бы вечно в душе По два часа, как истукан. Не мучил бы больную душу Злосчастный утренний стакан. И не твердил бы бесконечно Священной мантрыю не пей. И речь лилась бы быстротечно. И мысль работала бы быстрей. Зелёный змей, не знав покоя, Опять наносит мне удар. Он посмеялся надо мною И передал мне перегар. Опять я прячусь от позора. Опять шатает и трясёт. О, где найти гипнотизёра? Чтобы внушил 0,5 и всё. Как я любил. Как я любил. Увы и ах. Мы познакомились в совое. Под римку вермута в сердцах. Я ей признался, что в запое. Потом гуляли при луне. Она мне в лоб. Не в водке счастья. Признаться был я, как во сне. С ней. То ли с Леной, то ли с Настей. Как я любил. Увы и ах. Я ей рассказывал про пиво. Она про танцы на балах. Занудно, долго и тоскливо. Вся ночь в любви. Вся ночь в любви. Я ей сражён. Сломав в пылу журнальный столик. Её в экстазе слышал стон. Поосторожней алкоголик. Как я любил. Увы и ах. А нынче нету прежней прыти. Разнёс здоровье в пухов прах. Врачам конючим. Помогите. Жена с брюшком и в бегузях. Чуть что орё, страшнее выпи. Как я любил. Увы и ах. Как я любил когда-то выпить. Конец сказки. Апатия, хандра, опустошение. Строится свет, но тает в облаках. Становится критичным положением. Надежда постепенно терпит крах. Всё это продолжалось больше года. Интрии и страсти были словно сон. Сижу теперь не знаю, к счастью, кода. Раздавленный, угрюмый, как бизон. Красивое для жизни украшение. Осознаю, как много потерял. Апатия, хандра, опустошение. Закончился бразильский сериал. Валерий Евгеньев, спасибо. Следующий участник концерта вы уже видели на этой сцене. Именно благодаря ему мы сегодня имеем возможность проводить концерт в этом замечательном зале. Главным организатором в этом зале проходил конкурс «Умный смех». Главным организатором и идейным вдохновителем которого был он. Ну, одного организаторского таланта, конечно же, не достаточно, чтобы оказаться на этой сцене. Это человек антиклопедия. Сколько в его мозгу терапайта, одному Богу известно. Это академик Российской академии естественных наук. Кандидат одних наук, доктор других. И, как мне кажется, при его желании и могучем интеллекте он мог бы стать доктором и третьих, и четвертых наук. Его невозможно переспорить и очень трудно переубедить, поэтому он очень неудобен для соперников по телевизионной игре «Своя игра» на НТВ и особенно для его ведущего. Член Союза писателей России, секретарь Союза литераторов России, член клуба сатильков-юмористов «Чёртова дюна», лауреат фестиваля «Ёрш» Анатолий Белкин. АПЛОДИСМЕНТЫ Чего такие без очков не получается? Вчера смотрел рекламный клип. Там был какой-то странный тип. Он встал с постели утром рано, умылся, слопал бутерброд и на работу бодро прёт. И надпись поперёк экрана «Опасно! Требует сноровки! Не повторять без подготовки!» Такое окрынское стихотворение. Вот ещё одно. Астролог объяснял мамашу, чтобы составить точки вашей надёжной и чёткой гороскопа, хотел бы непременно знать я знак, под которым шло зачатие. Заказчица потёрла лоб. Ну да. Висела там жестянка. Был знак. Запрещена стоянка. Ехал Витязь, напевал по дороге горной. На развилке увидал грубый камень чёрный. И табличка есть на нём. Кто-то смог подвесить. В направлении любом пробки баллов десять. В правительстве нашем, но это секрет, готовится план, чтоб урезать расходы. И хором запеть предлагают народу. На пенсию выше, а пенсии нет. Фоминка заключил пари с козлом. И на спор шею завязал узлом. Давясь от смеха, павиан итог подвёл. Теперь мы знаем, кто у нас козёл. История эта покажется шуткой. Но как-то охотник в больницу попал. И вот санитарку с больничной укуткой к себе он утиным манком подзывал. Теперь я попробую прочесть там произведения редкого жанра. Их мало сейчас пишут. А именно басью. Если кого-то заинтересует, там есть целый сборник басен. Но это совсем свежее. Медведь и бегемот. По улицам слона водили. Известно, что слоны в диковинку у нас. И за слоном толпы зевак ходили. Но не об этом наш рассказ. В какой-то зоопарк провинциальный Был из Египта привезён киппопотам. Да сей такого не видали там. Народу тьма сбежалась специально на это чудо поглазить. А между тем в вольере по соседству уже лет восемь. В общем, с малолетства степенный бурый жил медведь. Гвоздём программы был все эти годы он. И вот теперь был сильно уязвлён. Толпа внимания ему не уделяла. Вдруг бегемот зевнул. Разину в пасть. Медведь остолбенел. Вот это, блин, хлебало. Вот я б таким метку хлебнул бы в сласть. И с той поры Потапыч посмурнел. Не спал. Не ел. От зависти худел. Забыл детей и верную супругу. Часами взад вперёд ходил по кругу. И влево не смотрел. Поскольку там в вольере жил теперь подлец гиппопотам. Так он провёл неделю не одну. Но вдруг случилось важное событие. Гиппопотаму привезли жену. Сосед немедля приступил к садитью. Один подход. Затем другой подход. Однако же объёмистый живот наверх залезть ему не позволял. И долг супружеский остался неоплачен. Медведь за ним злорадно наблюдал. И наконец весельем охвачен. В конец обескуражив бегемота. К своей супруге дважды проявив заботу. А что мораль. Её вам извлеку понятную любому толстяку. Чтоб ваше брюхо было впалым. Поменьше щёлкайте хлебалом. Проникнув в тайны бытия. Во что хотите, то и верьте. Я в жизнь не верю после смерти. Но верю в кред после прики. АПЛОДИСМЕНТЫ Если дал вам Господь и харизму, и стать, и готовность судьбою рискнуть. Человек депутатом вполне может стать. Депутатом человеком. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Две подружки заболтались в баре. Но одна тревожная от чего-то. Всю неделю снится мне Гагарин. Но к чему? Я думаю, к залёту. АПЛОДИСМЕНТЫ Был режиссёр на выдумке Гараст. И вот в его трактовке беспримерной от Элла стал пассивный педераст. А здесь Димон, его партнёр неверный. Поскольку я обещал Тане, что на каждом выступлении будут читать свежие леберики, вот несколько лебериков, объединённых общей идеей. Молодая лягушка из Линца Выйти замуж мечтала запреться. Но никто из царей к ней не звал сыновей. Окадрились одни украинцы. Отдал сердце красавчик-араб, королеве лягушек и жаб. Пусть невеста в девицу не смогла превратиться, но теперь она носит хиджаб. В старой сказке был грустный конец. Принц-то был хоть куда удалец. Уложив на подушку, звонко чмокнул лягушку. А она оказалась самец. А разница в темпераментах. Экстраверт отрывается в полную мочь от владельчества до седина. Интроверт даже в первую мрачную ночь предпочёл бы побыть один. Перепутал гостей ассистент режиссёра и позвал диетолога для разговора. «Вот смотрите, наш гость, он семью еле тащит. Как прожить на зарплату? Её не хватает». Диетолог задумался, что-то считая, и сказал, получать понемногу, но чаще. Артиллерист, задумавший чихнуть, учитывает направление ветра и за спиной прослеживает путь, поскольку у него откат два метра. Хороший исповедник не спорит, а внимает. Хороший собеседник ещё и подливает. Сегодня всё-таки день учителя, поэтому нельзя обойти мимо. Итак, вредный совет по поводу учёбы. За хорошую учёбу посули сынку айфончик, навороченный планшетик и путёвку к 10 лет. А за двойки и за тройки тоже посули подарки. Обещай, что папа купит скрипку, флейту и район. Ещё один Либерик, который был написан такой своеобразный на заказ. Я поспорил с одним знакомым, что любую геометрическую теорему можно изложить в форме Либерика. И он мне предложил тут же, давай вот смотри, есть известная теорема о том, что через любые три точки можно повести окружность. То есть любой треугольник можно вокруг него описать окружность. Получился такой абстрактный Либерик. Полюбил треугольник окружность, задушевность её и наружность. И хоть был кособок, но вписался в кружок, доказав свою верность и нужность. Израиль надоел, решил Абрам найти другое место проживания. Пришёл за документами, а там ему сказали, первым делом вам придётся себе сделать приживание. И последний, приятель дочку замуж выдавал, баскетболистку из команды асов. Букет на землю так и не упал. 102 подбора, 210 пасов. Анатолий Белкин. Следующая участница нашего концерта также пришла к нам в проект, а затем в клуб Чёртова Дюжна с сайта хахмадрон.ру. На сайте она известна под хулиганским ником, садистка, парадистка. А в жизни она красивая женщина и профессиональная певица Жанна. Жанна уже более 30 лет на сцене. В 90-х годах несколько лет работала на радио и на телевидении. Писала музыку к детским передачам. Автор многих песен для эстрадных пуп-групп, эстрадных исполнителей. Также для детского театра Аллов. Жанна Титова. Более того, у меня недавно произошло совершенно сумасшедшее событие. Я не ожидала. Моя дочь, Милюзга, 18-летняя, подала за меня участие в проект «Голос». Вот этот на Первом канале. И когда мне звонят госпожа Титова, ваше прослушивание там в 14.00, какого-то августа, я говорю, это ошибка не может быть. Настя такая с кухней. Мама, это я, я, я. Давай вот. И самое, значит, удивительное, самое удивительное приключение в моей жизни. Дочь меня повезла в Останкино. Я прошла какой-то отборочный тур. И прошла тур, там есть сейчас правило, до Аксюты. Надо оказывать до Аксюты пройти. А потом самому Аксюте. Я потеряла целый день, Аксют меня не взял. Но попросил спеть «Наидыш», почему-то. Откуда он знает, что «Наидыш» загадка? Но это ладно, это другая история. Значит, сейчас я прочитаю пародию на стихи одной известной поэтессы. Ее зовут Алла Алмазова. Вообще она Алла Теленина. Но псевдоним такой себе взяла Алмазова. Она пишет очень много стихотворений о несчастной любви. И вот все время у нее в стихах какие-то такие грустные и трагические фразы. Совершенно мне ее жалко очень. Вот отрывок из ее стихотворения. Очередная поэма о несчастной любви. Значит, Алла Алмазова пишет. Скелеты вишен у окна. Это еще ладно. Из этих елок надо сделать гроб. Другая строчка. Чего-то сдохло в сердце у любви. Это не шутка, это серьезное стихотворение. Дальше строчка. «В себе меня ты больше не ищи. Меня тебе на свете больше нету». И, значит, пародию я назвала «Вот и все». Ну вот и все. Во мне уже не ты. И нет в тебе меня, твоей девчонки. Чего ты сдохла в сердце у мечты И околела у судьбы в печенке. Себе меня ты, право, не зови. Меня тебе на свете больше нету. Накрылось что-то тазом у любви, Угробивши во мне себе поэта. Теперь тебя в себе я унесу туда, Где от тоски в груди вокзала, В глазниц их чувств, у памяти в носу. Чего ты жить нам долго приказала, Пока ты чувства убивал мои, Играл со мной наивной, настоящей, В любовь обманную больную. И за это я с тобой сыграю в ящик, Чтобы не увидеть, как в последний час Под гнетом коченеющего груза Да сдуваря измученный пегас В обнимку с окочурившейся музой, Той, что синеет корчась на дубу И ждет ее с весны под снегом талом. Несчастная поэзия в гробу, Клянусь, я их обоих там видала. АПЛОДИСМЕНТЫ На тело. Плывет по привозу Панама, Качается зонтик на дне. На рынок Аидыше маме За ручкой ведется навек. На встречу с привоза соседки. Шалом, дорогая! Ой, бэй, какие чудесные детки! Тут хуны твоих сыновей. Один просто вылитый яша, Другой просто модный портрет. Как время проносится наше, Так сколько ж красавчикам лет? Смеясь? Нет, счастливее и шире. Улыбки ответила мать. Юристу обража четыре, Илье гинекологу пять. Ау, и все, и последнее. Я хочу вот это стихотворение В этом же размере, не знаю, как он называется, Прочитать на языке, Который исчезает стремительно, С земли. Но поскольку мы находимся в этом здании, Послушайте, как он еще звучит. Воз тут сих, гикумен де роютон, Субтитры создавал DimaTorzok Он сейчас приглашает к микрофону поэта, автора, исполнителя собственных песен, выпускника двух академий, военного летчика, настоящего полковника и крутого финансиста. Кроме этого, он горнолыжник и путешественник, автор книг, стихов и песен, лирических, хронических, детских, давал сольные концерты по всей России и за рубежом, в США, Канаде, Новой Зеландии, Франции, Швейцарии и так далее. Он лауреат фестивалей «Ёрш, умный смех», а главное для нас его достижение в жизни, он автор проекта и бессменный ведущий концертов «Смех и песен». Печеный Лисконыш, в честь десятилетия которых мы с вами здесь сегодня собрались. Всеми любимый смеховед и печеный лук Владимир Городзейский. Спасибо. В прошлом году, вы помните, в феврале прозвучал первый февраля гром, первый гром. Гроза первых февраля. Когда под снегом спят поля, Когда на мае далеко, Грозу в начале февраля представить очень нелегко. Но я не чуть-чуть и не фет, Хотя замечу вместе с тем, Что тоже все-таки поэт, Но не люблю грозу совсем. А в этом году, 8 мая, Выглянув в окно, я увидел снег на зеленой траве. Снег называется «Майский снег в Москве». Люблю снежок в начале мая, Морозец, легкий гололед, И лыжи снова доставая. В восторге я, что снег идет, Под снегом скрылись помидоры, Пусть кое-где торчит тюльпан, И их, однако, очень скоро Весенний замедет буран, И вряд ли я весну увижу Изменницу и ягозу. Май, снег, метель, И снова лыжи, И тютчин зря любил грозу. Июль дал ничуть не лучше, Если вы помните, Поэтому я написал стихотворение, Которое называется «Июль уж близится, А лето так и нет». Пусть май с июнем Нас в Москве всех позабавили, Деревья все-таки в листве, Сугробы стаили. Пусть снег и дождь, Примите вы решение смелое, Снимите черные штаны, Оденьтесь в белое, Девчонка мини вместо брюк Блеснуть фигурою, И сразу же зиме каюк Уйдет понурое, Тогда и солнце, и тепло, И лето, золоце. Снимай штаны зиме назло, И все исполнится. Следующий тюрьм называется «Гондурас». Я смотрю на планету, Эх, отбилось от рук, Справедливости нету, Улетучилось вдруг. Раньше что вызывало Беспокойство у нас? Тоже, в общем, немало, Например, «Гондурас». Мы, конечно же, знали, И для нас не секрет, Нет его на Урале, И в Карелии нет, Нет предгорья Кавказа, И в пределах Москвы Гондураса ни разу Не отыщите вы. В Курговерте планета, Сколько лет уж не счесть, Был он все-таки где-то, И, наверное, есть, Где-то за океаном, Я не знаю каким, Есть какие-то страны, Может, там, черт бы с ним, Только не обессудьте. Но, да мыслишь порой, Гондурас — это пунктик, Он у каждого свой, Годы мчатся, и все же, Но все чаще сейчас, Все тревожит, тревожит И зудит, как дурас. Замечательный поэт, Который выступит еще на этой сцене, Юрий Викторов, Написал письмо из Италии, И там первые строки были такие, «Я здесь, Виталий, Постылы, Спасибо времени врачу, И весь тоскуя по России, Существование врачу». И есть там еще такое четверостишье. «Давлюсь хамоном с пармезаном, Жую омаров на обед, У этих итальянцев странных, Борща и гречи нашей нет». Ну, оно длинное, Я не знаю, будет ли он его читать, Но я ему ответил на это письмо Из Италии Постылы, Письмо другу Виталию Постылу. «Письмо читаю я и плачу, И завтра твоему врачу Пойду и в морду зафигачу, Но за тебя я отплачу. Он виноват, тут нету речи, Свободы и права поправ, В страну, где даже нету гречи, Тебя, болезненного, послав. Остерегайся провокаций, Не пей там всяких омаре И бойся злых инсинуаций, Как то омаров на обед. Не тронись там пармезаном, А устриц сразу в унитаз. Там в этих европейских странах Не подхвати каких зараз. Брюнеткам жгучим и не очень, Тьюра сразу твердо нет. Они ж узнать для НАТО хочут, Ракетно-ядерный секрет. Там иностранцев, Юра, море. А ты, мой друг, совсем один. Но помни, что момент в море, Что ты российский гражданин. Но если вдруг совсем не в силе, Беги оттуда, вовсю прыть. А лучше взлякни по мобиле. Тебя приеду заменить. Спасибо. Спасибо. Я на иду. Спасибо, Володе Городейскому. Дальше выходит на сцену еще один Замечательный мужчина, Тоже летчик. Ему очень много дано. Он песнями душу тревожит, Хотя не летает давно, Но песен попеть еще может. Его терпеть, да, это труд, Который стоит дорогого. Но песни за душу берут, И хочется их слушать снова. Живучих мелко и убога, Несчасть на свете чудаков, И мне в дальнеке, Слава Богу, что есть на свете Михлюков, Сегодня он споет для вас, Не не сегодня, а сейчас. Мой друг и соратник по авиации, Авторская песня Горным Иром, Один из основателей клуба Чьедя, Валерий Михлюков. Спасибо. Ну да. Вы знаете, Счастливым человеком быть довольно просто. Вот внушил себе, Как-то я внушил себе мысль, Есть руки, Есть ноги, И даже два глаза. Счастливым быть просто обязан, зараза. Вот и теперь счастливый, видите? Ну, самое интересное, Что вот песня, которую я хочу вспомнить, Она из жизни, Это чистая жизнь, понимаете? Там ничего невыдуманного, Ничего невыкинутого, Это просто жизнь. Вот. И поэтому я хочу просто вспомнить, Вот вчера случай был, Тоже такой из жизни, Интересный. Я передаю, У меня 24 октября концерт будет с группой «Санки» из Уфы. Ну, я передаю, естественно, вот так и так мне пишут. А как заглавить? Я говорю, пишите, Валерий Михлюков и группа «Санки». Раз. Какой-то замешательный, он говорит, А можно я группу не буду писать? Я говорю, к чему? Лучше как-то некрасиво звучит. Лучше говорить, Михлюков и «Санки». Вот представляете? Буквы «Н» и «М» все, что у нас. Итак. Тонкий человек, То есть тощий, Такой худой, Поет о себе. Вернее, я бы его поет. Мой друг, Не бойся быть худым, Здесь важен стих. В любом бою ты не уреди, Все пули мимо. А если дура попадет тебя Куда-то, Любовь за море, Любовь за море, Да несет, да нет, Самый богат. Но это дело на войне, Не ледь от ожиренья, Морнатым косо смотрят вслед. Откуда пища? А к нам с тобой претензий нет, Таких не ищут. А под прицелом женских глаз Страна горит, Страна горит, И все ордут, Кому кто доблён. Худые все переживают, И род продолгают. А вот теперь, Кстати, Теперь можно я это подниму Нашего уважаемого Толя, Толя Шапар? Что такое? Иди ко мне. Я слов не знаю. Да ни в том дело. Вот видите, Сравнение есть, да? Как мне, Я никуда не знаю. К вами, Кроме, Я просто... Я просто... Так вот, Вот примерно Про такого большого человечка, Или, вернее, Большой человечек будет сейчас Петь. То ли это ты, Польшок? Ну чё ж, Поют тут про больших, Про худых. Ну чё ж, клёво. А вот про нас-то, Про больших, Вообще ни слова. Я вот сейчас, Как заорку, Но все оглохнут. Ведь то, Что толстым хорошо, То плохо дохнут. Вот там, В ванне, Не нужна вода, Большое дело. Любую ёбость Без труда Заполнил Тело. Худой там Плещется мальком, Хмырюк в прострации, А пробку, Увы, И он В канализации. Казнил Такого тяжело, Рёвка Бьётся, А ежели по горбови Слуга Не обернётся, Такого штуком Не убьёт, И лом согнётся. Вот правда, Если упадёт, То сам убьётся. Тут кто-то О любви вещал, Худых гигантов, И похотливо Извещал Об их талантов. Да бросьте, Детьки, Это ж смех, Но право слово. Любовь худых Укус плавка, Тьфу, И то больно. Их нужно Минимум мешок, Ничё не меньше. Я сам И лазонько Из баб, Ой, Пардон, Из женщин. И кто сказал, Что хорошо, С худым и слабым, А вот большой, Хм, Большой во всём, Учтите бабок. Валерий Пекликов, Спасибо. А сейчас на сцену Выдет поэт, Который семь раз Принимал участие В концертах Смехом печи Не испортишь. И надо заметить, Что с печью После публики, После его выступления Было не просто Всё в порядке, Но становилось Ещё лучше. Человек он Замечательно скромный. Когда-нибудь В каждой российской семье Обязательно будет Моя книжка Ненавязчиво Он так говорит. Но я до этого времени Конечно же не доживу. Однако мы с вами Должны до того момента, Когда этот скромный человек Занял должность Администратора Клуба 12 стульев В знаменитой Литературной газете. Итак, член Союза писателей Москвы Лауреат премии Золотой телёнок Сергей Садин. Ну, стоит, наверное, Упомянуть, что Книга, о которой Только что сказал Уважаемый ведущий Это история Государства Российского В частушках Изданная, Написанная Мною Много лет назад И Претерпевшая Лет пять назад Второе рождение Вторым изданием И самое удивительное То, что буквально Вот сегодня Я Жена заставила Разбери антресори Там хлам скопилось И я, разбирая антресори Нашёл непочатую Я думал, что всё Закончилось Непочатую Упаковку этой книжки Вот несколько экземпляров Я принёсу Да, задачка Из цикла Кризис Пост Среднего возраста Запоздалое прозрение Да, я умён Но не всесилен Не знал я В юности моей Чем больше в голове Извилин Тем ими Шевелить труднее Я родный возраст О, как прекрасна Женщина за сорок Когда сил Нерастраченных полна И обналив В пороховницах порох Готовится стать Дёщей Она Приоритетное направление Заботься Друг о теле О душах Бессмертной Ей не будет Нишиша Все там будем Придёт однажды Смерть с косой И всё И покидая седло Вон Лев Толстой Ходил босой И траву ел Что помогло Пофигизм Неопознанный Летающий объект Надо мной Вечернем Не обитает Я не буду напрягать Свой интеллект Всех не опознаешь Пусть летает Из цикла Друзей моих Прекрасные черты Стас Интеллигент Высокой пробы Дома в туалете У него Ни Донцова Ни Астролог Глоба Аспиноза Докинс Бокер Борхес Гадалка Чайник Клиенту Гадалка Зелёная Алла Два года Без секса Балданная Гадалка Клиент Разозлился Гадалку Схватил И очень существенно Срок сократил Азины кошмары В три ночи Проснулась Зарёванный Аза Преснилось Что муж Изменяет Зараза Потом Сохватилась Ой, мама моя Какой нахрен Муж-то Не замужем я Тимофей Отчаянный Мужчина Тимофей Что кстати Видно На таком примере Он с будущей Супругой Своей Знакомство Вер В рай Кожан Диспансир Опасные Связи Идей Полным Волнов Усём Икаца Уже Три раза Был Мужик Судим Я могу Подсказать Как с ним Связаться Но лучше Вам не Связываться С ним Светин Антон Ты где Звонит Антон У Света Я в заднице Рачит Антон Что Любопытно Правда Это Проктолог По Ели Клон Лётчик Испытатель История Это Прокотова Димку Испытывал Он самолёт Невидимку День Популю Бегал Весел Были Как лох Но так Самолёт Найти И не смог Артур Артур Патолого Анатом Но Весельчак Другим Куда Там Девица Круг него Морх Морх Он Глаз Морх Морх Близнецы У Глеба С Борисом Папаша Учёный Поэтому Старший Из братьев Крещеный С другим Не стал Торопиться Отец Контрольный Чтоб Был Так сказать Образиться Галина Галина Из издательства Аванта Котет Была Супругой Мутанта Что левая Что правая Рука Из задницы Ростива Мужика Бухгалтер Классного Бухгалтера Найти Нереально В общем-то Почти Жору Например Уже лет Пять Интерпол Не можно Так искать Ну кстати О честушках Я обычно Так Это Преподношу Что я В два Раза счастливее Философа Эммануэла Канта Которого Делали счастливым Две вещи Вет Звездного Неба Над головой Драстный Закон Сердца Меня приводит Восхищение Четыре вещи Это Классические Английские Классические Альтинские Я на белки Посмотрел И сбился Потому что Это его Епархия Классические Английские Лимери Классические Восточные Рубаи Классические Японские Хоку И наша Родная Чистушка Про Чистушку Я уже Сказал Книжка Нашлась Римерики Читать не буду Потому что Неохота Отнимать Убедки На хлеб Почту Несколько Рубаи Я Назвал Это так Рубаи Которые Мог бы Написать Амар Хаям Но почему То не Сделал Этого Ну Я За него Сделал Эту Работу Создал Бог Человека Бог Был Пионер Но не Принял Увы Юридических Мер По охране Патента Теперь Человека Каждый Может Создать Даже Я Например Поглядишь На иного Кретин И кретин Хоть Казалось Бы Дожил Мужик Досидин Нет Не факт Что Приходите К нам С возраст Мудрость Чаще Все Таки Возраст Приходит Один Часто Слышал Из уст Я Отца Своего Нет Не выйдет Балбес Из тебя Ничего Всякий Раз Свет Гося За собой В туалете Вспоминаю С улыбкой Про Доско Ну Как и Многие Из нашего Брата Я Грешу Тем Что Беру Понравившуюся Строчку Сказываю Прозы И Делаю Из него Из нее Ну Как минимум Четверостейший Вот Саша Батвинников Уже Сегодня Эту Строчку Произносил А вот Что Я Такой Нехороший Редиско Сделал Из этого Будь Дружище Скромней Небеса Нам Вилят Не Хвались Что Супруга Твоя Просто Клад По закону Тебе 25 Лишь Процентов От нее В этом Случай Принадлежат Из Неизданной Книжки Вредные Советы Для Взрослых Пить Курить И Обжираться Вредный Врач Вам Запретил Не спешите Падать Духом И На Жизни Ставить Крест Лучше Где-нибудь Найдите Подговорщики Врача Пить Курить И Обжираться Может быть Он Разрешит Если Найдите Удобный Удобный Контингент Бог Атеистов Любит Потому Что Никаких Лапот У Бога С Ними Ну Да Не Верят Но Зато К Нему Не Пристают Удобный на родину предков и стал обычным московским поэтом. Но поэтом замечательным. В его активе 7 концертов проекта «Смех от печени испортишь». Лауреат и дипломант фестиваля конкурса «Умный смех» 2016-2017. Обладатель специального приза клуба «12 стульев литературной газеты». Дипломант фестиваля эмунистической песни и поэзии «Ерш-2014». Постой, пока еще. А вдобавок ко всему, он еще замечательный художник-карикатурист, обладатель гран-при Азианского конкурса «Карикатура фонда Камалот». Это его рисунки украшают вот эту книжку. Сергей Сераухов! Василия, можно читать. Ну, поскольку сказали про рисунки, поэтому я с вами начну. Слышно, нормально? Так, нормально? Доверяю лишь карандашу и бумаге в линию косую. Я рисую лучше, чем пишу. Но пишу, охотничьим рисую. У дворцов ранимая душа в плане грубо сказанного слова. Вот и сомневаемся, пиша, чтобы на путь не допустить, чего такого. И уж коли, где какой изъян, критики заметят непременно. А поэт всего лишь малость пьян. И ему все это по колено. Не судите творчество мою на пегасах с музами горцуя. Я еще немножечко пою. Но гораздо хуже, чем танцую. Я немножко новенького, потом, если позволю, чуть-чуть старенького. Предложение руки. Ода. Посвящение самому себе. Ой, извиняюсь, я же ничего не вижу. Только что-то мне так некомфортно. Вот, братюшки. Предложение руки. Пред тобой колено преклоненный, жду неопрометчивого дара. Погляди, какой я офигенный, с небольшой поправкой на года. Мышцы монолитнее гранита. Ну и что, что пузо до земли? Разве не похож на претопита? Только ты, походу, не жалей. Пусть я ем пельмени не из злата, все-таки и мы не из басот. У меня три тысячи зарплата. Плюс еще за выслугу пятьсот. Разложив бюджет на дни по сотням, дабы не погрязнуть в кутеже, не глушу портвейн по подворотням. Пью интеллигентно в гараже. Да, гараж, недвижимость, а хулик, две стены из трех, из кирпича, в нем комод, рюкзак, двенадцать стульев и передний мост от москвича. Не люблю охоту и рыбалку, так что в этом плане домосед. А хожу хромая и в развалку этот тазобедренный корсет, книги, почитающие как благо, грамотен снаружи и извне, ну а если мягкая бумага, те ценю естественно втвойне. И по части ласк мне равных нету, правда, все зависит от погод. Раза три, и это только летом, а всего четыре раза в год. Близок к завершению отчета о себе подумал, ё-моё, в мире нет такой доски почета, чтобы меня повесить на нее. Нет еще такого пьедестала, ни голгов и нету, ни креста, несмотря, что лет уже немало, несмотря на запах изо рта. Как же я хорош-то, просто чудо, и душа, и тело, и лицо. Слышь, ну ввони-ка ты отсюда и верни латунное кольцо. Недавно состоялись выборы в Соединенных Штатах Америки, ну уже давно, вот, а поскольку у меня как раз настал долгожданный, неожиданный долгожданный кризис творческий, а написать очень хотелось, поэтому я решил позависовать некоторые строки из произведений выдающихся поэтов, я бы даже сказал, великих, поэтому в каждом четверостишье есть та или иная фраза из Дональда Трампа миллионера и парохода в соавторстве с великими русскими поэтами. Свеча горела на столе, ну типа лампа, я вместе с теми, что в Кремле болел за Трампа, не лезли в голову стихи без няни с кружкой, из прецедентов только хи, моя старушка скурил в открытое окно штук пять казбека, Обама редкое говно, фонарь аптека, уже восьмой по факту год, и это странно, его медлительный уход, как с неба манна, а Трамп вообще из наших мест бухтят в Сенате, любительных тяжелый крест, ну вот вам знаете, мужик отец и трижды зять, короче, может, умом Россию не понять, себе дороже, играет зыбкий блеск, слеза, чиста как тоник, я не уверен только за ливинских моник, он любит женщин горячо, а это значит, любой станик, если что, достанет мячик, таких Россию бы во власть на верхний ярус, раз деньги есть, не будут красть, белеет бороз, в ЕС пустыню шампуна гудит Европа, товарищ веет, взойдет она, не вышло, опа, ты, Дональд, не сглупи, фильтруй акценты, так сказать, to be or not want to be. Аплодисменты. Знаете, я побыстрее сейчас прочитаю одно стихотворение, а потом мне надо деться есть. Гражданин, купаясь в водных емах, соблюдай порядок, не балуй, чтобы не допустить досадный промах в виде заплывательства забуй. Не роняй огорками в природу, не сори бутылкой в водоем, помни, пребывательство на водах строго ограничено. Буём. Если вдруг заплыл, забудь, то значит, ухватись руками за ея, и тебя спасатель отбуячит к берегу от этого буя. Он пригреет вежливостью слова и веслом покладит между ух, чтобы отдыхающим Буёва не было на пляже и вокруг. Нету краше озеро на свете, аж душа плакочет под бельём. Ничего хорошего не светит гражданам отчизны за буём. В общем, наши правила не струги. Соблюдайте злобой не тая и платите вовремя налоги. Вам тогда не будет. Ебо я. Я займу вас, если у вас будет время с поэзией покочем, перейдём к прозе, вот буквально одну минуту, и я надеюсь, меня простят. У меня есть одна история, она из жизни. Ни слова не придумана. Честное слово. Я просто хочу, чтобы вы... Я вот это вот понял недавно, теперь, чтобы вы поняли, почему нас все боятся и почему нас все должны уважать. Я действительно работал, жив, работал в Ташкенте, и мне довелось работать с одним мастером, он турок по национальности, ну, моих лет примерно. Мы работали с ним в одной комнате, в одном помещении. Пришлось пройти курс молодого янычара, чтобы там немножко было как-то общаться с ним. В общем, выучил несколько слов. Ну и сидим, работаем, он слышен и певает под нос что-то такое. Алинка, Балинка, Али... И на меня глазом косит. Я узнал песню, конечно, говорю, Калинка-малинка. Он говорит, да, что это такое, о чем эта песня? Устав, Устав, это мастер у меня так называл. Устав, о чем эта песня? Мы с женой гуляли по Стамбулу однажды, это он мне говорит, и слышали в исполнении, сейчас, внимание, военного оркестра российской армии эту песню. Я собрал все свои мысли, там, все, что было, все знания турецких слов, начал ему объяснять. Мужчина просит положить его спать. Под елкой. Елка, по-турецки, Буюк-кук-орча, большая зеленая елка. Он вот так делает, смотрит, просит положить его спать. Дальше. Он говорит, калинка, малинка, это что? Я говорю, это ягода. Ага. А мужчина просит положить его спать. Калинка и малинка, это одна и та же ягода? Это разные ягоды. Они растут в лесу, я говорю, как правило, нет. Их сажают культурным образом. Понятно. В общем, я ему долго объяснял, он долго кивал головой, смотрел, проходит неделя. Он звонит своей супруге, или она, ему не помню, Стамбул, и говорит, Фатима, ты помнишь ту песню, русскую, которую мы слышали, которая нам так понравилась? Он говорит, да. Ну, видимо, она же говорит, да. У русских это колыбельное. Сергей Сераутов. Друзья, маленькая, приятная обязанность. Сергей был дипломантом конкурса «Умный смех», но не смог прийти на финал и был признан дипломантом заочно. Ну и вот этот вот, естественно, приз, диплом. Поздравляем. Спасибо.